Возвращаясь домой в отпуск, молдаване из диаспоры обнаруживают, что у них в карманах меньше денег, чем они ожидали. Вот уже некоторое время евро стоит меньше 19 леев. На курс валюты влияет все та же диаспора. На пасхальные праздники люди приезжают с деньгами, создавая на рынке избыток евро и, соответственно, повышенный спрос на молдавские леи. Эксперты, впрочем, отмечают, что тенденция снижения курса европейской валюты началась еще задолго до пасхальных праздников. Возвращая евро в первую очередь, зато уникальная европа европейская валюта, что у них в постоянной падении в леоле молдовенском. Таким образом, если в июле 2023 мольдовени могли бы вывать 1 евро на хайдинг валютар в медиа с 19 леи и 96 леи, теперь этот пасхальный праздник в лишь 18 леи и 80 леи, в падении с 1 лео и 16 леи. В общем, курс валюты на 1 евро не было ни в уровне так маленькой в июне 2023. Девальвация евро в первую очередь затрагивает болдаван, которые вернулись домой, чтобы отпраздновать Пасху со своими близкими. Желательно брать побольше леев, потому что мы работаем за рубежом и не кормим 7 месяцами. Хотя бы пусть будет 20, как было. Вчера поменял 200 евро. Да, понимаю, что теряю еще полторы недели назад. Понятно, что это делается в предпраздничные дни, и речь не идет о манипуляции. Следует учитывать, что люди приезжают домой с большим количеством валюты. ТВ-8 обратился за разъяснением феномена в Национальный банк Молдовы, но на момент написания материала там на наш запрос не ответили. В отсутствие официального аргумента мы также запросили мнение независимых экспертов. Виарел Гырбу считает, что евро опустился ниже 19 лев не только в контексте пасхальных праздников. На это явление, по его словам, также влияет политика Центробанка. Курс молдавского лея по отношению к базовым валютам завышен почти вдвое. Если следовать экономической логике, евро следует продавать за 30 лев и выше, чтобы экономика страны находилась в равновесии по сравнению с тем, что было в 2021 году. В нынешних условиях производить что-либо в Молдове невыгодно. Если лей крепкий, все, что импортируется, дешево. И все, что производится экономикой страны, не может выдержать конкуренции. Невозможно экспортировать. Но есть и те, кто от этого выигрывает. Речь о молдаванах с приличной зарплатой в леях, но планирующих покупки в евро, например, квартиру, машину или отпуск. Хотя крепкий лей препятствует экспорту, экономический эксперт Виарел Гырбу предполагает, что власти попытаются избежать колебаний на валютном рынке. Думаю, лей каким-то образом будет стабилен по отношению к базовым валютам, но экономика будет находиться в стагнации долгое время, прежде чем найдет баланс. А что делать Национальному банку? Национальному банку ничего. Этим должно заняться Минэкономики. Правительство должно понимать роль денежно-кредитной политики в экономике. К слову, в Румынии валютный рынок демонстрирует признаки большей стабильности. С начала года евро там стоит около пяти румынских леев. Продолжение следует...